Тяга к точным наукам и желание изучать не только теорию, но и свободно применять знания на практике объединили учеников 72-й школы Ульяновска. В прошлом году здесь объявили конкурс на обучение в инженерном классе. Желающих оказалось много, а ученики стремились заглянуть дальше школьной программы. Почти 30 ребят показали блестящие результаты, стали первыми, кто постигает мир Эйнштейна и Архимеда. Много конкурентов и претендентов на место. На уроках мы делаем опыты и пишем лабораторные работы, благодаря которым мы узнаем много нового и интересного. Рома мечтает конструировать самолеты, идти к цели через подобную систему образования легко. Ранее погружение в профессию помогает определиться с выбором и делать упор на изучение ключевых дисциплин. Например, знакомиться с законами физики ученики инженерных классов начинают раньше остальных сверстников. Эта программа адаптирована под учеников данного возраста. Мы изучаем только тот уровень материала, который им доступен. В основном это, конечно, практические работы, небольшого такого содержания, невысокого уровня. Но основные понятия они все-таки получают в пятом-шестом классе. Им намного легче адаптироваться к этому трудному предмету уже в седьмом классе. Сейчас в школе два инженерных класса для учеников средней и младшей школы. В расписании появились дополнительные предметы и внеурочные занятия. На них дети могут встретиться с потенциальными работодателями, инженерами, конструкторами флагманов отрасли авиастроения. Наш инженерный класс, от физмат-класса, той же параллель отличается внеурочной деятельностью. То есть неурочная деятельность. Прошлый год ребята у нас занимались в центре творчества. Они делали самолетики, конструировали эти самолеты и принимали участие в всевозможных конкурсах, заняли призовые места. Мы представители авиастара каждый четверг у нас в школе и проводят беседы, встречи с интересными людьми, с работниками авиастара. Идея открыть инженерные классы в 72-й школе появилась после успеха в этом направлении 102-го губернаторского лицея. Он стал первооткрывателем в этом направлении. Позже подключились и другие школы, в основном с завожья. Выбор не случайный. И на левом берегу расположены ключевые предприятия и заводы области. Здесь ученики в перспективе смогут проходить практику. Интересная система профориентационной работы непрерывного такого цикла, куда включены и общеобразовательные организации, и организации среднего профессионального образования, и высшие учебные заведения, и представители, работодатели, например, Пауэлла Авиастар. Это наш партнер в рамках данного проекта, проекта профориентации. Инженерные классы открыты в 39 школах области. Как отметили в профильном министерстве, это важный этап модернизации системы образования. Знания и умения, полученные молодым поколением, в будущем решат проблему кадрового дефицита в промышленности, а регион установит технологический суверенитет.